Субъекты экономической деятельности Если вы научитесь давать описание субъектов экономической деятельности, на прошлом уроке вы узнали, что в Казахстане 14 областей и 3 города республиканского значения. На территории всех областей человек трудится, занимается хозяйственной деятельностью. Давайте вспомним, что такое труд. Что можно назвать хозяйственной деятельностью? 1. Труд – это целесообразная, сознательная деятельность человека, направленная на удовлетворение потребностей своих и общества. 2. Хозяйственная деятельность – это деятельность человека по производству и продаже товаров, выполнению услуг и работ, направленная на удовлетворение потребностей и получение доходов. Как видите, понятия очень связаны между собой. Действительно, хозяйственная деятельность подразумевает труд людей. Хозяйственная деятельность – обширное понятие, включающее в себя труд двух и более людей, направленные на достижение общих целей. В нашей стране хозяйственной деятельностью занимаются крупные и мелкие предприятия, заводы и фабрики, их еще называют субъектами экономической деятельности. Другими словами, субъекты – это участники, то есть те, кто принимает участие в экономической деятельности. Экономика – это хозяйственная деятельность страны. Основные виды экономической деятельности – это промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг. Промышленность – это совокупность предприятий, заводов, комбинатов, фабрик, рудников, шахт, электростанций, занятых производством орудий труда, добычи сырья, материалов и топлива. Сельское хозяйство – это хозяйственная деятельность в области земледелия, полеводство, животноводство, лесоводство. Сфера услуг – часть экономики, которая включает в себя организации, оказывающие услуги населению. К сфере услуг относятся жилищно-коммунальное хозяйство, образование, услуги переводчиков, общественное питание, телекоммуникации, транспортная сфера и многое другое. Итак, мы уже выяснили, что экономику нашей страны составляют промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг. Давайте более подробно познакомимся с промышленностью и сельским хозяйством, так как они являются основой экономики Казахстана. Сельское хозяйство в нашей стране представлено животноводством и растеневодством. Животноводство – это отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением сельскохозяйственных животных, для обеспечения человека продуктами питания и сырьем. Казахстан – исторический животноводческий регион. Животноводство было основой быта казахов, важнейшей стороной жизни кочевого народа. Животноводство удовлетворяло потребность кочевников в пище – мясо, молоко, молочные продукты, одежде, кожа, шерсть, жилище, кошмар для юрт, войлок. Животноводство в Казахстане включает в себя разведение крупнорогатого скота, коневодство, верблюдоводство, овцеводство, птицеводство, пчеловодство, рыбоводство. Животноводство обеспечивает людей пищевыми продуктами – молоко, мясо, сыр, масло. Дает сырье для легкой кожа-шерсти, а также фармацевтической промышленности – мед, рыбий жир, рабочую силу, лошадь, осел и органические удобрения. Растениеводство – это отрасль сельского хозяйства, занимающаяся выращиванием культурных растений. Растениеводство – основа сельского хозяйства. Растениеводство в Казахстане включает в себя зерноводство, овощеводство, бахчеводство. Земля степей северных и центральных районов очень плодородная. В степях возделывают пшеницу, ячмень, овес. В местах, где есть источники полива, выращивают рис, хлопок, кукурузу. Казахстан производит много высококачественного зерна. Главная культура – пшеница. Ее сеют в основном в северных и центральных частях республики. В пустынях на поливных землях хорошо растут арбузы, дыни, тыквы. Этим растениям требуется много воды и солнца. По берегам Сырдари в Кызалардинской области развито вахчевое земледелие. В предгорных районах разводят сады. В них выращивают яблоки, сливы, абрикосы, груши, виноград. Промышленность Казахстана включает в себя горнодобывающую и обрабатывающую промышленность, машиностроение, металлообработку, строительство, пищевую и легкую промышленность, производство электроэнергетики, тепла, добычу нефти и газа. Давайте познакомимся более подробно с каждой отраслью промышленности. Горнодобывающая промышленность представляет собой одну из главных отраслей экономики Казахстана. Отличительной ее особенностью является большое разнообразие добываемых полезных ископаемых и, как следствие, большое количество предприятий, работающих в сфере разведки и добычи полезных ископаемых. Полезные ископаемые – это горные породы, которые добывают из глубин земли или с ее поверхности. Эти природные богатства используются для нужд человека. Места, где были найдены полезные ископаемые, называются месторождениями. Рассмотрите условные обозначения полезных ископаемых. Обратите внимание, как обозначают уголь, нефть, газ. Посмотрите на карту полезные ископаемые Республики Казахстан. В какой части Казахстана находятся места их добычи? Ребята, по карте мы видим, что недра земли Казахстана богаты полезными ископаемыми, но их запасы ограничены, поэтому подземные богатства надо использовать бережно и экономно. Следующая важная отрасль промышленности – это обрабатывающая промышленность, в качестве сырья в которой используются продукты сельского хозяйства или добытые добывающей промышленностью. Обрабатывающая промышленность производит как средства производства, так и предметы потребления. Машиностроение – это проектирование, производство, обслуживание и утилизация всевозможных машин. Технологического оборудования и их деталей. Металлообработка – технологический процесс, изменение формы, размеров и качеств металлов и сплавов. Строительство – создание зданий, строений и сооружений, их капитальный и текущий ремонт. Пищевая промышленность – группа промышленных отраслей, производящих пищевые продукты в готовом виде или в виде полуфабрикатов, а также напитки. Легкая промышленность – совокупность отраслей промышленности, производящей главным образом предметы массового потребления из различных видов сырья. Например, одежда. Вы хорошо поработали. Давайте подведем итоги урока. Сегодня мы говорили о промышленности и сельском хозяйстве, как о составляющей экономической деятельности Казахстана. До свидания. До новых встреч. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok